Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я хочу вам рассказать о климате Азербайджана. Климат Азербайджана у нас также разнообразен, как и его рельеф. Дело в том, что мы находимся между тремя горными системами. Большой Кавказ перегораживает поток холодного воздуха Северного Ледовитого океана. Южный Кавказ несколько препятствует проникновению в Азербайджан жарких и сухих тропических масс. Все равно эти воздушные массы к нам доходят и оказывают влияние на наш климат. Но, тем не менее, рельеф и близость Каспийского моря делают климат Азербайджана необыкновенно разнообразно. Какими факторами мы характеризуем климат? Это, во-первых, то количество суммарной солнечной радиации, которая поступает на территорию нашей республики. Количество суммарной солнечной радиации мы измеряем как в калориях, так и в часах прямого солнечного сияния, которая поступает на разные территории Азербайджана. От количества суммарной солнечной радиации у нас будет зависеть температура воздуха. Наибольшее количество суммарной солнечной радиации у нас поступает на равнины Нахичевани. Сюда поступает 150-155 килокалорий на каждый квадратный сантиметр в год. Следующие территории, на которые поступает также много суммарной солнечной радиации, это Абширон, Кура-Аразская низменность. Сюда поступает 140-145 килокалорий на каждый квадратный сантиметр. Когда мы начинаем подниматься в горы, ребята, у нас увеличивается облачность. Вы знаете, в горах Азербайджана выпадает осадков значительно больше, чем на Кура-Аразскую низменность или Абширонский полуостров, но об этом мы поговорим чуть позже. И поэтому количество суммарной солнечной радиации у нас уменьшается. Когда мы преодолеваем высоту в 2,5-3 километра, облачность там резко уменьшается, а количество солнечной радиации поэтому у нас увеличивается. Если мы возьмем среди равнин Азербайджана, то наименьшее количество суммарной солнечной радиации у нас поступает на линкаранскую низменность 120-125 килокалорий на каждый квадратный сантиметр. Что же касается часов прямого солнечного сияния, то на приоразские равнины Нахичевани у нас поступает где-то 2600-2900 часов в год. На Кура-Аразскую низменность, Абширонский полуостров и Габустан эта величина составляет 2400-2600 часов в год. В горах, конечно, как я уже сказала, это количество значительно уменьшается. В зависимости от количества поступающей радиации, давайте разберем, как у нас изменяется температура воздуха. На всех равнинах Азербайджана, за исключением приоразских равнин, у нас среднегодовая температура составляет плюс 14, плюс 14,5 градусов. Когда мы начинаем подниматься в горы, ребята, вы знаете, какие законы у нас действуют. На каждый километр у нас температура понижается на 6 градусов. И поэтому, соответственно, в среднегодовая температура уже будет плюс 8-10 градусов, а высокогорье она будет уже у нас ниже нуля. Давайте посмотрим, как распределяются среднемесячные температуры июля, то есть самого теплого месяца в году, и января, самого холодного месяца в году. Для Кура-Арасской низменности, при Араских равнин на Хичеване, Самур-Девичинской низменности, Абширона, у нас средняя июльская температура составляет плюс 27-28 градусов. На Ленкаранской низменности она уже будет где-то 22-24 градуса. Такую же температуру мы будем наблюдать на Ганеха-Ричайской равнине. В горах температура будет закономерно понижаться. Для зимних месяцев на Кура-Арасской низменности, Ленкаранской низменности, Самур-Девичинской, Ганеха-Ричайских низменности характерна температура от плюс 1 до плюс 3 градусов. А вот при Араске и равнин на Хичеване у нас характеризуются тем, что средняя январская температура там имеет отрицательные значения. Минус 4, минус 6 градусов. Вообще Нахичеванская Автономная Республика у нас отличается резко континентальным климатом. А резко континентальности климата нам что говорит? Большие амплитуды суточных и годовых температур, что среднемесячные температуры июля-января нам очень хорошо показывают. Ребята, я прошу вас посмотреть на карту распределения осадков в Азербайджане. Осадки распределяются у нас крайне неравномерно. Когда мы говорим об осадках, мы говорим не только о среднегодовом количестве осадков, но и о режиме осадков. Что значит режим осадков? То, как осадки распределяются в течение года. Меньше всего осадков выпадает у нас на юге Абширона и Габустана. Здесь осадков в год выпадает не больше 150 миллиметров и выпадают в основном они весной и осенью. Дальше на Кура-Арасской низменности и к северным границам Азербайджана количество осадков у нас начинает увеличиваться. От побережья Каспия границам Грузии от 200 миллиметров до 350 миллиметров в год. На север по Самур-Девичинской и Шуларской равнине количество осадков увеличивается до 400 миллиметров. Опять-таки основная масса осадков у нас выпадает весной и осенью. Максимальное количество осадков, ребята, у нас выпадает в низкогорной зоне Талышских гор. Здесь выпадает 1600-1700 миллиметров в год. На Линкаранской низменности и ближе к Среднегорьям количество осадков у нас достигает 1200-1400 миллиметров. Здесь осадки в основном выпадают в холодное время года. Второе место по количеству осадков у нас занимают южные склоны Большого Кавказа. Здесь выпадает 1200-1200 миллиметров осадков. И что интересно, ребята, в этой зоне у нас количество осадков распределяется равномерно. Дальше, как вы видите на этой карте, от подножий к высокогорьям у нас количество осадков растет. Как я уже сказала, на Большом Кавказе это количество осадков достигает 1200 миллиметров. На Малом Кавказе их меньше. Это до 700 миллиметров. В Нахичеване, в Высокогорье, выпадает 800-900 миллиметров осадков в год. А теперь, ребята, давайте очень внимательно, вдумчиво рассмотрим карту типов климата Азербайджана. О разнообразии природы Азербайджана мы с вами говорили. Наши ученые выделяют на территории Азербайджана 9 типов климата. Типы климата у нас меняются как на равнинах, а еще больше они меняются по высоте. 50% территории Азербайджана у нас занимает климат полупустынь и сухих степей. И здесь мы выделяем два подтипа. Значит, еще раз хочу обратить ваше внимание, какие территории занимает климат полупустынь и сухих степей. Самурдевичинскую шоларскую низменность, Абширонский полуостров, Габустан, Кура-Арасскую низменность, Приарасские равнины и Приарасские равнины Нахичеване. Но они у нас различаются. Если Кура-Арасская равнина, Абширон и другие равнины мы называем климат полупустынь и сухих степей жарким сухим летом и мягкой зимой, то Приарасские равнины Нахичеване мы называем жаркое засушливое лето и холодная зима. Ну, давайте рассмотрим климатические условия этих территорий. На Кура-Арасской низменности, как я вам уже сказала, среднегодовая температура плюс 14-14,5 градусов, мягкая зима, то есть температура положительная, лето жаркое, засушливое. Осадка выпадает от 150 мм на южном Абшироне до 350-400 мм на границе с Россией и с Грузией. В Нахичеване на Приарасских равнинах мы говорим климат полупустыни сухих степей с жарким сухим летом и холодной зимой. Температура летом там очень часто днем превышает 40 градусов, но мы наблюдаем здесь большую суточную амплитуду температур, а зимой здесь температура минус 4-6 градусов. Именно в этом климате мы зафиксировали самую низкую и самую высокую температуру в городе Джульфа плюс 44 градуса и минус 33 градуса. На Кура-Арасской низменности мы тоже замечаем большие годовые амплитуды температур. В Сабирабаде мы фиксировали температуру плюс 42 градуса, зимой температура здесь могла опуститься до минус 24 градусов. На Абширонском полуострове максимум мы фиксировали плюс 41 градус, были когда-то здесь морозы минус 13 градусов, но все равно самые резкие перепады температуры мы наблюдаем в Нахичеванской автономной республике. Ребята, 30% территории Азербайджана у нас занимает умеренно теплый климат. И вот в пределах умеренно теплого климата мы выделяем три подтипа. Мы говорим умеренно теплый с сухим летом, умеренно теплый с сухой зимой и умеренно теплый с равномерным распределением осадков. Умеренно теплый климат с сухим летом. Это у нас Ленкаранская низменность и среднегорные зоны Талышских гор. Умеренно теплый с сухим летом у нас охватывает юго-восточную оконечность Большого Кавказа и юго-восточную оконечность Малого Кавказа. Умеренно теплый с сухой зимой. Это низкогорно-среднегорная зона Малого Кавказа и Гоных-Айричайская впадина. Что это значит, ребята? Здесь выпадает 400-500 миллиметров осадков в год. Большая часть этих осадков у нас выпадает летом. Поэтому мы говорим с сухой зимой. Температуры здесь умеренные. Летом здесь температура плюс 24-26 градусов. Зимой выше нуля. Ну, конечно, когда мы поднимаемся повыше в горы Малого Кавказа, там зимой уже будут отрицательные температуры. В Талышских горах у нас тоже с высотой температура будет понижаться. Следом, выше, с высоты 1500 до 2700 метров, мы выделяем холодный климат. Холодный климат у нас точно так же делится на три вида. Мы говорим холодный с сухой зимой, холодный с сухим летом и холодный с обильными осадками во все времена года. Холодный с сухим летом у нас выделяется на гусарской наклонной равнине и отрогах бокового хребта. Холодный с сухим летом – это горы Нахичевани. Холодный с сухой зимой – это у нас высокогорные зоны гор Малого Кавказа и гусарская наклонная равнина. Холодный с обильными осадками во все времена года – это южные склоны Большого Кавказа. Выше 2700 метров мы наблюдаем климат на горных тундр. Это очень холодный климат. Сами понимаете, эти горные вершины имеют высоты более 3000 метров. Температура летом там плюс 5, плюс 8 градусов. Зимой она может опускаться до минус 20 градусов. Осадка в разных частях зоны. Здесь у нас выпадает до 700 миллиметров. На горах Большого Кавказа это количество будет до 1000-1200 метров. Холодный, суровый климат. В зависимости от вот такого распределения климатических поясов у нас с вами будут меняться и ландшафтные пояса. Хочу обратить ваше внимание на Талышские горы. Дело в том, что у нас в высокогорной зоне Талышских гор, как вы видите, развит климат полупустынь и сухих степей с холодной зимой. Все это происходит от того, что мы наблюдаем здесь инверсию осадков. Дело в том, что в Талышских горах у нас высотой количество осадков уменьшается. У нас в этой зоне выпадает всего 300 миллиметров осадков. Это происходит от того, что сюда приходят сухие тропические воздушные массы Саровийского полуострова. И поэтому вот здесь мы наблюдаем такое интересное изменение климата. Ребята, а теперь я бы хотела вам напомнить несколько задач, которые относятся у нас к атмосферным процессам. Это будут задачи на изменение температуры с высотой, влажности, атмосферного давления. Я хочу вам их просто напомнить. Посмотрите на эту задачу. Вычислите среднесуточную температуру воздуха в пункте А при следующем ходе температуры воздуха. Что мы видим, ребята? Мы видим, что у нас три показателя температуры имеют отрицательное значение. Пять имеют положительное значение. Я надеюсь, вы помните, что мы измеряем температуру на метеостанциях каждые три часа. То есть восемь раз в сутки. При решении задач, ребята, мы с вами сначала складываем отрицательные значения. Минус два, минус пять и минус шесть дает нам минус тринадцать градусов Цельсия. Дальше мы складываем положительные температуры. Плюс четыре, восемь, двенадцать, десять, семь градусов. Это дает нам плюс сорок один градус Цельсия. Из большего мы вычитаем меньшее. И ставим знак большей величины. У нас получается плюс двадцать восемь градусов Цельсия. Так как количество измерений у нас равно восьми, мы плюс двадцать восемь градусов делим на восемь и получаем среднюю суточную температуру плюс три с половиной градуса Цельсия. Ваша задача может быть усложнена. У вас могут попросить еще узнать суточную амплитуду температур. Что такое суточная амплитуда температур? Это разница между самой высокой, в данном случае у нас здесь плюс двенадцать градусов, и самой низкой температурой. Из большего мы вычитаем меньшее. Но какой у нас здесь получается нюанс? Минус шесть градусов у нас получается восемнадцать градусов Цельсия суточная амплитуда температур. Так, рассмотрим следующую задачу. Ребята, это задача на изменение температуры воздуха с высотой. Давайте ее прочтем. В аэропорту города Лондон на уровне океана температура воздуха плюс десять градусов. Вычислите температуру воздуха на высоте пять тысяч метров за бортом самолета, вылетевшего из этого аэропорта. Я всегда предлагаю, ребята, когда мы решаем задачи, начертить. Вот у нас с вами высота. В аэропорту плюс десять градусов Цельсия высота пять тысяч метров, то есть пять километров. Мы с вами знаем закономерность, что на каждый километр, то есть один километр, температура у нас понижается на шесть градусов Цельсия. У нас с вами пять километров. Икс градусов Цельсия. Эти задачи проще всего решать методом пропорции. Икс у нас получается тридцать градусов Цельсия. Мы с вами идем вверх. Следовательно, температуру эту мы должны отнять от той, что у нас находится у подножья. Плюс десять градусов. Минус тридцать. Нам дает минус двадцать градусов Цельсия. Значит, на высоте пять тысяч метров температура воздуха у нас будет минус двадцать градусов. Температура воздуха в пункте А плюс одиннадцать градусов. В пункте Б плюс двадцать шесть градусов. Определить относительную высоту пункта А. Начинаем, как всегда, с чертежа. У подножья в пункте Б у нас будет плюс двадцать шесть градусов. В пункте А на вершине у нас плюс одиннадцать градусов. Чтобы узнать высоту горы, нам надо взять разницу температур. То есть двадцать шесть, мы отнимаем одиннадцать градусов, у нас получается пятнадцать градусов. Строим пропорцию. Один километр шесть градусов. Икс километров пятнадцать градусов. Икс равен у нас два с половиной километра. Или две тысячи пятьсот метров. Рассмотрим еще одну задачу. Ребята, я предлагаю вам вспомнить задачи на изменение давления с высотой. Смотрите, как интересно. У подножья вулкана Килиманджаро на высоте 1895 метров атмосферное давление 640 миллиметров ртутного столба. Каково атмосферное давление на вершине вулкана? Здесь нам надо с вами вспомнить, что высота вулкана Килиманджаро составляет 5895 метров. Рисуем нашу гору. Значит, на высоте 1895 метров у нас давление 640 миллиметров ртутного столба. Высота горы 5895 метров. Чтобы узнать давление на вершине, мы должны узнать разницу высоты. То есть от 5895 метров мы отнимаем 1895 метров. И разница у нас получается 4000 метров. Мы опять строим пропорцию. Здесь у нас мы действуем по закономерности барического градиента. Значит, мы знаем, что на каждые 10 метров у нас давление понижается на 1 миллиметр ртутного столба. У нас 4000 метров. Следовательно, х у нас будет равен 400 миллиметров. Так как мы идем вверх, от 640 миллиметров мы отнимаем 400 миллиметров и получаем 240 миллиметров ртутного столба. Значит, давление на вершине горы у нас будет составлять 240 миллиметров. Ребята, я предлагаю вам решить задачу совместную на изменение давления и температуры воздуха. Когда мы знаем один из показателей, чтобы вычислить другой. Значит, что мы видим? Атмосферное давление у подножия горы равно 760 миллиметров. На вершине 260 миллиметров. Вычислите температуру воздуха на вершине этой горы, если у подножия она равна плюс 24 градуса. У подножия горы давление 760 миллиметров. На вершине 260 миллиметров. Мы можем узнать высоту горы. То есть, 760. Мы отнимаем 260. У нас получается 500 миллиметров. 500 миллиметров соответствует у нас 5000 метров. То есть, высота нашей горы 5 километров. Посмотрим, как изменится температура на эту высоту. Строим пропорцию. 1 километр 6 градусов Цельсия. 5 километров. Х градусов Цельсия. Х у нас дает 30 градусов. Теперь посмотрим. У подножия горы температура плюс 24 градуса. Мы идем вверх. Значит, эти 30 градусов мы будем отнимать. Плюс 24 градуса Цельсия. Минус 30 градусов Цельсия равняется минус 6 градусов Цельсия. То есть, температура на вершине горы у нас будет минус 6 градусов. Задача решена. Ребята, а теперь я предлагаю вам решить задачу на влажность воздуха. При температуре воздуха плюс 20 градусов. Относительная влажность 1 кубического метра воздуха составляет 30%. Определите абсолютную влажность воздуха, учитывая, что для полного насыщения воздуха требуется 17 грамм водяного пара. Ребята, традиционно эти задачи мы решаем методом пропорции. Мы знаем, что у нас насыщенный воздух соответствует 100%. Поэтому мы пишем 17 грамм 100%, х грамм 30%. Абсолютная влажность, вы помните, у нас измеряется в граммах. И решая эту пропорцию, мы с вами определяем, что х, то есть абсолютная влажность воздуха, у нас соответствует 5,1 грамма. Ребятки, мы решили все задачи. Я надеюсь, вы их все хорошо вспомнили. Желаю вам всияческих успехов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова